Мы с радами апеллировали, мы уже все, насколько здесь правильно было сказано, за все это время, мы все эльбетики, прокуроры, все остальные экономисты. Я другое хочу сказать. Мы должны переходить от слов к делу. Вот это я поднимаю. Мы уже много говорим, уже надоели, честно говоря, и друг другу, и народу тоже. Народ хочет действовать. Какие действия? Я вижу это так. У нас, в принципе, все обосновано, все на поверхности находится. То же самое, что сегодня говорит о повышении цены. Многих наших коллег, например, в парламенте ввели в заблуждение, и их убедили, что если они не поддержат цену, рубль 30, это как бы такая базовая ставка, это только базовая ставка, что мы не получим переток. Вы понимали, когда Эрик Слагоделович инициативу выделил по мораторию на повышение цены, многие ребята, которые сегодня обвиняют, так скажем, в том, что они не поддержали, там на самом деле не за то, что они не хотели поддержать, просто их убедили, это убедила власть их, что если они проголосуют за мораторий, значит, и не поддержат цену в рубль 30, говорится, что Абхазия лишится света, не дадут нам переток. Что мы видим? То есть люди поддержали поднятие этой цены, проголосовали против моратория. Где свет? Кто не видит свет? Кто не видит мораторий, тот же переток? Очередная ложь власти. Это налицо. Они даже уже не умеют завуалированно разговаривать. Они просто уже открыто говорят. Вот здесь, кстати, вспоминали одного нашего тоже товарища, на абхазском, скажу, он как-то красиво говорил. Говорит, говорит, «Не че это истинно. На абхазском, на обе украли». Он говорит, что он не стоит. Он говорит, что он не тянет. Мы приняли решение по Черномору и Нерго, и по Беслану Убрал. Что? Значит, определенные пройдут открытые совещания, то есть обслуживания. Я, кстати, готовил, о чем речь идет. Кстати, пользуясь моментом, я приглашаю всех руководителей общественных организаций и партии на... Открытое слушание это состоится во вторник, в 12 часов дня. И все независимые СМИ, государственные, хотя Абхазское отделение нас не особо жалует, но, наверное, Михаил, наверное, тоже придет. Где будет итог работы непосредственного чиновника? Это первое у нас было первоначальное, а потом второй вопрос по Черноморию. Ну, сейчас, значит, развитие так сильно стремительно меняется, что Гарри, непосредственно Гуранович, и общался, и уже с ушедшим руководителем. И он тоже понимал все ответственно, что легло на него. И я, честно говоря, благодарен, что он все понял, что в свою ситуацию ушел. Мы, конечно, смотрели, конечно, как он уже найдет, ну, на историю прошедшей их семьи. Там посмотрели, на то смотрели, на то смотрели. Все это он тоже взял во внимание, тоже понимая ситуацию, которая сложилась в Черномории, он ушел. Но что значит ушел? Для меня тоже непонятно. Кто сегодня виновен во всей этой ситуации? Мы что, не должны найти этих людей? Я понимаю, что он не во всех вещах там ответственный. Но он или должен назвать причину всего и того, что произошло, или же понести такую же ответственность, которую понесут дальнейшие люди. Которые мы предъявим. А мы предъявим. И вот когда мы сейчас готовы, в течение недели, все вместе сядем, обсудим, как это сделать, когда предъявим. Вот когда правительство и президент не примет решение, вот тогда я считаю, что надо перестать разговаривать и надо собирать людей. Вот так я это вижу.